10 самых надежных двигателей современности Авто Эволюция авто 1 марта 7.55 10 самых надежных двигателей современности машины, на которых стоят безотказные моторы Александр Долгих комментариев Просмотров 10.016 Фото Александр Савер Кейнс Лештас Все слышали и с сожалением вспоминают о двигателях-миллионниках из 1980 Вопросительный знак 1990 Х В 21 Веки производителей под натиском экологов и маркетологов перестали делать надежные моторы Пришла эпоха турбонаддува и даунсайзинга Народ заговорил о том, что надежность и ресурсность остались в прошлом, а все двигатели теперь одноразовые Их либо дорого и сложно капиталить, либо они вообще не ремонтопригодны Большая доля правды в этом есть У большинства выпускаемых сейчас моторов ресурс около 200 тысяч км прибережной эксплуатации Например, Hyundai честно заявляет Что ресурс мотора у Соляриса 180 000 километров Однако ресурсные моторы пока все-таки остались Справедливости ради, все они разрабатывались довольно давно или являются производными моторов в 1990-х Тем не менее, они все еще ставятся на новые автомобили В бюджетном классе автомобилей больше всего надежных простых и старых моторов Они не такие эффективные, как новые алюминиевые с турбонаддувом И более прожарливые, но зато с ними не возникает проблем Они запросто выхаживают по 350-400-000 километров А в руках таксистов и по 600-000 километров Читайте также Эвакуация авто Нетипичные ситуации при парковке тонкости ПДД За несоблюдение которых машину отправляют на штрафстоянку Звание самого надежного двигателя в малом классе Можно заслуженно отдать французскому мотору К7М Который устанавливается, например, на Sandaro и Logan Он появился в 1995 году Восемь клапаны Выдают от 75 до 90 ЛС И просто безумие ломаться там просто нечему ВАЗ-2-1-1-1-6 ВАЗовский мотор 21116 Это немного модифицированный двигатель 21114 Который устанавливался на Самары И ведет родословную аж с 1980-х Формально ресурс двигателя, о котором говорит завод-изготовитель Составляет 200 000 километров не так уж много Но в действительности эти двигатели бегают куда дольше А после простого и недорогого капремонта могут еще столько же, а потом еще Впрочем, несмотря на простоту конструкции и надежность самого мотора Подводить могут электрика, качество сборки и коробка передач, которая работает фактически без запаса по крутящему моменту Этот мотор ставился на Приору, а его модификация 21186 на Гранту и Калину Рено К4М еще один Реношный мотор Появился он на рубеже веков, в 1999 году Он тоже надежный, но чуть сложнее предыдущих двух Тяжелее переносит высокие нагрузки, зато мощнее и устанавливается на целую гамму популярных у нас машин 1,8-литровый опелевский мотор довольно консервативной конструкции Он сложнее, чем предыдущая, но и таскать ему приходится более тяжелые машины с И-Д классов, такие как У него регулируемый термостат, фазовращатели, ременный привод ГРМ, а мощность 140 лс На машинах С-класса он ходит предсказуемо дольше, чем на более тяжелых машинах Но в любом случае это не тот двигатель, которого нужно бояться 4B11 речь идет о современных двигателях Но в действительности эти моторы ведут свою родословную от 2-литровых японских моторов серии 4G63 Моторы не только похожи по конструкции, но и имеют такую же хорошую надежность и ресурс Время заставило использовать систему регулировки фаз газораспределения А привод ГРМ цепной, что сложнее и дороже, чем ремень, но других претензий к двигателям нет Мощность обычно около 150 лс, чтобы укладываться в выгодную налоговую ставку А устанавливались эти моторы на огромное количество моделей Hyundai Elantra, i30, X35, Sonata, Kia Cerato, Seed, Optima, Sportage, Mitsubishi Lancer, ASX, Outlander и другие Renault Nissan MR20D-M4R Франко-японский концерн родил этот 2-литровый бензиновый мотор в 2005 году А прелесть его в консерватизме и отсутствии новейших системе турбонаддува Более того, конструктивно он не так далек от моторов серии F Родом из 1980-х Кроме как проблем с вытягивающейся со временем цепью у него нет Устанавливается на множество моделей Но в России больше всего известен по Nissan Qashqai, X-Trail, Renault Fluence, Coloose, Scenic, Toyota 2R, Faye Это 2,5-литровый мотор, который производится с 2008 года Оснащен системой изменения фаз газораспределения Dual VVTi И выдает обычный 165-й вопросительный знак 180L И с двигателем устанавливается на целую россыпь Toyota, Lexus, Scen Но в России он известен в первую очередь по моделям Toyota Camry, RAV4, Alpard, Lexus ES250 Надежность мотора практически образцовая Заявленный ресурс около 300.000 км А потом капремонт и еще столько же Цепь ГРМ надо менять примерно раз в 150 000 км И будет счастье Но вообще, не лишним будет сказать Что залог успеха Toyota еще и в частом обслуживании Раз в 10 000 км 4B12 даже по названию моторов можно понять Что они конструктивно очень близки к моторам 4B11, о которых я писал выше Объем этих двигателей 2,4 литра Они также уходят корнями К чисто японскому и очень надежному мотору Mitsubishi А сейчас их вставят на Hyundai Sonata, Kia Optima, Mitsubishi Outlander, Citroen Sea Crosser, Peugeot 4007 Выдают двигатели около 160 Вопросительный знак 190 У корейцев этот двигатель относится к семейству Tether И выпускается с 2007 года Ресурс мотора около 250 000 км Но запчасти и ремонт недороги Так что ходят такие двигатели и по полмиллиона километров Toyota 2GR Faye 2GR FSE Это большие и мощные 3,5 литровые моторы Выпускаются с 2007 года и выдают от 268 до 300 лс Несмотря на тяжесть, объемность и высокую мощность Среди моторов такого класса он является чуть ли не идеалом Ресурс порядка 300 000 км без каких-либо серьезных ремонтов Простота конструкции и беспроблемность Особенно в версии без непосредственного впрыска Читайте также За кошмаренные погоны и мундиры взяли под контроль почти весь бизнес Кто будет вкладывать в российскую экономику Если парадом командуют силовики Эти двигатели россиянам известны по мощным модификациям Toyota Camry, RAV4, Venza, Highlander, Alpard, Lexus S, GS, Nissan VQ37VHR Это очень распространенные двигатели Самый современный мотор серии VQ Качество сборки и выверенность конструкции делают его очень надежным Среди представителей таких больших двигателей Его объем, кстати, 3,7 литра В основном, двигатель устанавливается на модели Infiniti, G37, Q50, QX50, Q60, Q70, QX70, QX60, FX37, EX37, M37 Но встречается и на спортивных Nissan Skyline Мощность от 320 до 355 лс Это, можно сказать, последний атмосферный 3,7 литровый мотор Потом инженеры переключились на создание двигателей с турбонаддувом Технический двигатель очень схож с младшим 3,5 литровым братом VQ35H, который устанавливался на почти все те же самые модели автомобилей Не сказать, что у двигателя нет никаких проблем У таких моторов их просто не может не быть Но относительно остальных двигателей такого же класса он является очень надежным с ресурсом около 300 000 км Эпилог Как видите, надежные моторы есть И все они атмосферные Более того, среди них нет ни одного дизеля Хотя Мерседесовский 2,1 литровый дизель OM651 В самом базовом исполнении с обычными электромагнитными форсунками мог бы тоже попасть в этот рейтинг Я не включил его лишь потому, что обслуживать его самостоятельно не получится Да и базовые версии этого мотора встречаются разве что на коммерческом транспорте и в паре с механикой В общем, редкость Что еще хочется сказать, так это то, что самые живучие моторы ставятся обычно на бюджетные машины А объемные двигатели, последние из моего рейтинга Хоть и надежные в своем классе По простоте и надежности не сравнятся с теми малолитражными двигателями, о которых я говорил в начале Еще надо иметь в виду то, что двигатель должен соответствовать автомобилю Например, у 2,0 литрового мотора ресурс на машине С-класса будет больше, чем на машине Т-класса или тяжелом кроссовере Новости авто В России начнут готовить операторов беспилотных караванов правовым курсом Эвакуация авто Нетипичные ситуации при парковке Продолжение следует... Продолжение следует...